На минувшей неделе в регионе было зафиксировано на 2% меньше случаев заболевания коронавирусом. В то же время наблюдается рост в четырех возрастных группах – детей до 1 года, с 1 года до 6 лет, 15 и 17 лет и 65+. Опасения вызывает и рост заболеваемости ОРВИ. За прошедшую неделю зарегистрировано более 10 тысяч случаев, тогда как за такой же период прошлого года в два раза меньше. Больше стало и заболевших вне больничной пневмонии. По словам министра здравоохранения региона Армена Беняна, медики стараются максимально сохранять объемы специализированной помощи, проводить диспансеризацию. Однако пришлось пополнить ковидный коечный фонд сотней мест в больнице Середавина. Еще 70 появилось в модульном корпусе психиатрической больницы. На лечении в больницах находится 3781 пациент. Это уже наш последний рубеж, после которого мы, если не будем все вместе предпринимать соответствующих мер, это и вакцинация, противопиологические различные мероприятия. Все, мы начнем опять сворачивать койки. А это значит люди, которые у нас с другими серьезными заболеваниями, не будут должной эффективной медицинской помощи получать, и уже их состояние будет ухудшаться вплоть до самого нехорошего. Снизить риски для здоровья помогает вакцинация. Сейчас привиты около 1 миллиона 20 тысяч жителей. Из них оба компонента получили 897 тысяч человек. Но темпы недостаточные, считают участники оперштаба. Осенний сезон традиционно оказывается непростым еще с доковидных времен. Очень тяжело болезнь переносит непривитые пожилые люди. Было принято решение интенсивнее вести разъяснительную работу с этой категорией населения. Очень тревожная ситуация, связанная с ростом заболеваемости у старшего поколения. Это что? Это заболел человек 60+. Сразу очень серьезно начинается история уже в лечебном учреждении. А особенно если он не привит, я вам хочу сказать, тоже на основании больших данных, ничем хорошим это не заканчивается. Со 2 сентября начнутся проверки предприятий, которые входят в список обязательных для вакцинации. Кроме того, с завтрашнего дня в регионе стартует вакцинация против гриппа. В медицинские организации региона распределены около 300 тысяч доз. Интервал между прививками от коронавируса и от гриппа должен составлять не менее месяца. Виктория Шарая, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...